В селе Русский Юрткуль, расположенном в Старомайнском районе, обустроили пешеходный переход. Как утверждают подрядчики, он теперь соответствует национальным стандартам качества. Разметка готова, светофоры и светодиодные пешеходные знаки установлены. Работы продолжаются, осталось примерно пять дней до их завершения. В данный момент выполняем работу по установке пешеходного перельного ограждения. И в дальнейшем еще будут выставлены дорожные знаки и нанесена соответствующая дорожная разметка, дети и искусственная дорожная неровность. По нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в этом году планируют обновить более 3000 километров разметки. По словам министра транспорта, все аварийные участки Ульяновской области оборудованы барьерными ограждениями. Об этом говорили на заседании по обеспечению безопасности дорожного движения в правительстве. Также ежегодной программой предусмотрено освещение транзитных участков автомобильных дорог. В этом году мы заключили контракт на электроосвещение 32 таких участков. Подрядная организация уже, соответственно, определена. Работы сейчас уже начались. Смотрим, соответственно, места установки опоры и начинаем уже бурение. Подобные работы проводятся и в городе этим летом. Скоро в Ульяновске будет на одну велодорожку больше. Ведутся работы на семи объектах. По улицам Кольцевая, Камышинская, 50 лет ВЛКСМ, проспект Ульяновскому, проспект Созидатель. На улице Ипподровной, от проспекта Нариманова до третьего переулка Спортивного, ремонт дорожного покрытия уже завершен. Для велосипедистов специалисты произвели комплексы с ремонтом дороги, уширение проезжей части на участке с центрального входа в ипподром до дома номер 4В. За прошедший год на автомобильных дорогах Ульяновской области погибло 106 человек. А это почти на 19% меньше, чем в 2020-м. Тенденция положительная, ведь главная задача дорожного нацпроекта – это снижение смертности на российских путях сообщения. Виктория Черкова, Герман Баранов, Улправда ТВ.